И снова здравствуйте, дорогие ребята и их родители! Мы продолжаем наши экскурсии викторины, наши короткие репортажи из Музея Победы. И мы с вами находимся в зале памяти и скорби. Обратите, пожалуйста, внимание, стены зала памяти и скорби – это красный и черный гранит, который делает пространство этого зала замкнутым и торжественным. Приглядитесь, такое ощущение, что на стенах приспущены флаги. А с потолка спускается 2 миллиона 600 тысяч бронзовых цепочек с подвесками из горного хрусталя. Почему 2 миллиона 600 тысяч цепочек? Советский Союз за годы войны потерял около 27 миллионов человек. Поэтому каждое звено цепочки символизирует 10 погибших солдат и мирных жителей. Это очень страшная цифра 27 миллионов. Но вдумайтесь, из этих 27 миллионов 18 миллионов – это мирные жители оккупированных территорий Советского Союза. Это страшная цифра. Дважды жители оккупированных территорий подвергались истреблению. Первый раз, когда нацистские войска наступали, второй раз при отступлении. Вдоль стен зала памяти установлены витрины, в которых находятся книги памяти. Книги памяти расположены по республикам, областям и городам. Эти книги символизируют связь всего советского народа. Таким образом, мы понимаем, что весь народ, не взирая на национальность, на вероисповедание, стал на защиту нашей Родины. И каждый из них приближал нашу победу. И, конечно же, ваше внимание привлекла скульптура. Скульптура Кербеля, которая так и называется «Скорбь». Эта скульптура символизирует горе всех женщин Советского Союза, всех женщин, которые потеряли в годы Великой Отечественной войны своих сыновей, мужей, братьев. Здесь по окончанию каждой экскурсии у нас проходит ритуал «Минуты молчания». Именно в этом зале происходит торжественное возложение цветов в дни памятных событий нашей страны. А также каждый год 22 июня проходит акция «Свеча памяти».